сегодня я хочу снова поговорить о контрзависимым созависимым сегодня я буду называть их догоняющий убегающий и как реализуется в этой паре чувство нужности чувство значимости это вообще кстати одна из потребностей по-моему слову да быть быть значимым потребность значимым когда ну наверное контрзависимого я буду называть зависимым просто иногда чередовать в общем когда контрзависимый убегает все зависимого догоняют контрзависимый как бы получает вот это вот чувство значимости чувство нужности такой мыльный путь сердца иллюзию на самом деле зависимый нужен контрзависимым именно потому что он убегает, именно потому что он недоступен. Потому что как только контрзависимый станет доступен, например, то созависимым он станет не нужен. То есть привлекательность контрзависимого именно в том, что он держит дистанцию. Можно сказать, умеет держать дистанцию, что он постоянно держит созависимого в этом напряжении. Ну или можно сказать эмоционально зависимого, любовно зависимого. То есть дает вот эти какие-то адреналиновые эмоции, подкрепляет эмоциональную зависимость созависимого. То есть получается, он реализует чувство важности, нужности через то, что он убегает, и созависимый его догоняет. Как реализует чувство значимости, нужности именно созависимый? Через роль спасателя, например, да? Ну не например, а точно. Ну там разные варианты, но вот основная, да? То есть когда, например, зависимый представляет себя, игра это или, в общем, у него сегодня на сцене в драм-театре такая роль слаб. Вот, то созависимый начинает как-то опекать, заботиться, ухаживать, что-то искать, помогать, бегать вокруг зависимого. Таким образом закрывается в свою внутреннюю дару, внутреннюю пустоту, да, вот это чувство нужности. Ну вот так, кстати, если говорить про меня, то у меня очень сильно актуализировано, моя ахиллесова пята, можно сказать, вот это чувство нужности, что ты кому-то нужен, да? Вот это слабое место, да? Крючок, можно сказать. Вот. Можно еще поразмышлять, как именно спасатель, созависимый получает чувство нужности. Ну да, когда опекает, наверное, когда опекает, когда что-то ищет, что-то находит для зависимого, решает его проблемы, его ситуации. Вот. И когда, как будто это зависимый в нем нуждается, то есть он слаб, он пришел, да, под конем, вот, и тут у созависимого, у спасателя расправляются плечи, и он чувствует себя сильным. Вообще в созависимом вытеснена именно слабость. Вот у меня именно вытесненное качество, ценевая моя часть, это слабость. То есть это, ну, какие-то собственные ограничения, например, например, что усталость, да? Я плохо чувствую эмоциональную усталость, очень плохо у меня вот всю жизнь с этой границей проблемы. То есть я могу, например, слушать, 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 в этот момент все, выдохнуться. Вот. Так, ну что, немножко еще поговорим о созависимом, наверное, то, что созависимым важно направить фокус внимания на себя. То есть вот эту потребность заботи направить на себя, ну, либо туда, где это действительно нужно, где это не вот эти вот игры, да, а где это действительно нужно. Ну, например, вот как я записываю, я решаю, кстати, сейчас этот конфликт прямо в моменте, да, прямо сейчас. То есть я читаю лекции не зависимому, не человеку, которому у меня все плохо. все плохо, все плохо, ну, давай так, ну, вот это, ну, вот так, вот так, вот, вот это, да, 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 ну, все равно все плохо. Ну, это, 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 этот маленький ребенок, конечно, есть и во мне, и в созависимом есть вот эта вот детская часть, конечно же. То есть кто такой вообще созависимый? Это либо бабушка, вот, кстати, да, у меня это ярко выражено, либо такая девочка. Вот, вот, бабушку покажу. Угу, 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 делай так, да, 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 девочка. И, конечно же, вот у меня как у созависимого это роль, ну, шута, веселить, веселить, радовать. Вот, ну, что, у меня вечер, буду заканчивать. Такое спокойное настроение, сегодня я даже не гуляла, потому что хочется быть в единении.